Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Грандиозное событие в мире культуры. В Самаре открыл свои двери филиал Третьяковской галереи. Какие экспозиции представлены в фабрике кухни? В Самаре продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Какие идут работы, обсудили на еженедельном штабе в профильном департаменте. Областная столица под покровом тополиного пуха. Чем он опасен и как самарцы реагируют на это природное явление? Пассажиры смогут вносить железнодорожные билеты, имена и отличительные черты питомцев, которые едут с ними в вагоне. Как это сделать? Самарский филиал Третьяковской галереи официально открыт. Теперь жители и гости города могут посетить музей, расположенный в здании фабрики кухни. Как прошло открытие, расскажем в нашем сюжете. Самарский филиал Третьяковской галереи открыл свои двери для всех желающих. Посетители смогли увидеть первую выставку «На вкус и цвет образы еды в русском искусстве». Тему экспозиции продиктовало само здание, где находится музей. Фабрика кухня – бывшее место производства и потребления еды. Всех нас объединяет некая фундаментальная константа. И эта константа – еда. Она может объединять, она может разделять, она может давать удовольствие, она может служить причиной каких-то желаний, лишних, избыточных, да. Или наоборот быть каким-то вожделенным образом. Но это очень важный символ в культуре. И мы это видим на примере эволюции русского искусства. На выставке представлено 92 картины из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Среди них «Завтрак аристократа», «Охотники на привале», «Утро». Картины специально реставрировались для экспозиции в самарском филиале, чтобы жители города смогли насладиться шедеврами. Как подсвечены картины. Очень часто есть такой грешок, что подсвечивают их в не самом лучшем свете, когда подчеркиваются все недостатки вообще холстов. И здесь все просто потрясающе. Я прям в восторге, мне нравится. Ну я считаю, это вообще большое дело для Самары, большое достижение, что наконец фабрика кухни открылась и открылась в ней Третьяковка. Это, конечно, большой подарок для всех жителей города. И те шедевры, которые нам привезли, это невероятное удовольствие рассмотреть. Очень интересные полотна, очень интересные залы, ну как бы расположенные. То есть идешь и погружаешься в какую-то историю, да, вот этой еды, предвкушения, потом вот этой вот красоты, вкуса. Очень интересно. То есть я, мне кажется, одного дня не хватит. Вот, наверное, нам придется еще выбрать день, а может быть еще дней несколько, чтобы посмотреть экспозицию, вот до конца вот проникнуться. Помимо выставки посетители узнали историю самой фабрики кухни. В музее, посвященном зданию, рассказывается об утопической идее конвейера производства еды. Очень интересно посмотреть, как все это было в советское время, как готовили еду, как бы в таких больших масштабах. И очень интересно здесь, что можно там посмотреть, потрогать какие-то вещи. То есть мне кажется, что в современном музее это очень важно. То есть не только, что ты смотришь, а именно то, что ты так сильно все ощущаешь. То есть это очень современно и так и концептуально. Самарская Третьяковская галерея – первый филиал государственного музея, который появился в регионе. В течение нескольких дней жители Самары могут посетить выставку и музей фабрики кухни вместе с гидом. На экскурсии подробно расскажут о шедеврах изобразительного искусства и истории здания. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжают подготовку к следующему отопительному периоду. Актуальные сезонные работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Заседание профильного штаба провел заместитель руководителя департамента, руководитель управления эксплуатацией ЖКХ Юрий Козельский. Сколько объектов планируют привести в порядок этим летом? Расскажем в нашем сюжете. В этом году строительно-монтажные работы планируют выполнить на 24 объектах теплоснабжения. На 19 они уже ведутся. Еще на одном участке организованы подготовительные мероприятия. Об этом говорили на заседании в Департаменте городского хозяйства и экологии, который провел заместитель руководителя департамента, руководитель управления эксплуатацией ЖКХ Юрий Козельский. Возникающие проблемы решаются в оперативном порядке, в основном на местах производства работ. Бывает, что возникают сложности, связанные со смежными сетями, которые пересекают теплосети. В частности, после вскрытия локальных обнаруживается подтопление из-за дефектов на водопроводных или канализационных коммуникациях. То, что ранее до вскрытия увидеть было невозможно. Ресурсоснабжающие организации подключаются, откачивают воду и принимают другие необходимые меры, после чего работы на теплотрассах продолжаются беспрепятственно. На заседании штаба сообщили, что в июне предстоит выполнить масштабные задачи, сопряженные с переходом через проезжую часть. В планах сложный переход через улицу Гагарина. Работы начнутся до конца первой декады июня. Схема организации движения подготовлена, ее будут согласовывать с госавтоинспекцией. Повышенное внимание уделяется минимизации неудобств для автомобилистов. Частично движение по улице Гагарина намерено сохранить. Ближайший переход сейчас готовим непосредственно улицу Гагарина в районе Мяги. Работа займет достаточно определенный период. Около 10 дней, потому что там необходимо построить монолитный канал. И плюс непосредственно будем работать частями. Сначала одну сторону организации движения организуем, потом другую сторону именно по Гагарина. Это самое такое объемное. Ориентировочно до конца второй декады первого летнего месяца работами охватит пересечение улиц Антонова Овсиенко и Ивана Булкина. Здесь залегает теплотрасса, которая от улицы Блюхера по дублеру улицы Антонова Овсиенко выходит на улицу Ивана Булкина. В настоящее время ведется тщательная подготовка. В частности, определяются даты перехода через перекресток. Решается не менее важный вопрос, касающийся корректировки схемы движения трамваев, поскольку проезд через трамвайные пути временно будет невозможен. Августина Охременко, Константин Головин, События. В Самаре продолжаются ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». С учетом обращений горожан сейчас обновляют улицу Садовую. Начали укладывать новое покрытие на последнем участке в границах улиц Ленинградской и Красноармейской. Когда планируется завершить устройство дорожного полотна, узнала Полина Чулякова. В центре города продолжается ремонт дорог. Работы идут на улице Садовой от Затонной до Полевой. Их ведут на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность объекта свыше трех километров. Подрядная организация приводит в нормативное состояние около 40 тысяч квадратных метров покрытия. Работы идут на трех участках. На двух из них, от улицы Полевой до Красноармейской и от Ленинградской до Затонной, проезжая часть уже отремонтирована. Сегодня на последнем участке, от Красноармейской до Ленинградской, началась укладка асфальтобетона. Этому отрезку дороги подготовительным мероприятиям уделяют повышенное внимание. Здесь большое количество люков смотровых колодцев, которые заменили на антивандальные, антишумовые и подняли на проектную высоту. На всем протяжении участка также установили бордюры. Вот этот участок с самой середины укладываем в последнюю очередь, после того, как завершили монтаж бортового камня. Это последний прямой большой участок, то есть у нас сегодня укладка и завтрашняя завершающая укладка. Завтра будем производить укладку в обратном направлении. Протяженность порядка 800 метров, по объему порядка 750 тонн асфальта. Работы идут в трех кварталах из центра города, затем рабочие перейдут на другое направление в центр. Таким образом подрядчик минимизирует неудобства для автомобилистов. Горожане с нетерпением ждут обновления дорожного полотна. Как и любая дорога имеет свой срок эксплуатации, выбоины, ямы и так далее. Поэтому ремонт, когда наступает, я думаю, всем, кто здесь живет, становится более приятно использовать, эксплуатировать дорогу. У подрядчика горячая пора во всех смыслах. В момент укладки температура смеси 140-150 градусов. При высокой температуре воздуха асфальтопетон застывает дольше. Полосы, где только что устроено новое покрытие, дорожники огораживают. По уложению автодорожного покрытия проблем никаких не возникло. Лаборатория все проверила. Там все соответствует гостам и стипам. По тому участку, который предстоит уложить, мы также все проверим. Также направим в лабораторию. И после только в лабораториях испытаний предпринимается решение о принятии участков эксплуатации или о непринятии. Согласно муниципальному контракту, в порядок приводят и тротуары. В рамках дорожного нацпроекта ремонт пешеходных зон сначала был предусмотрен только в границах улиц Ульяновска и Маяковского, где площадь работ составляет около 5600 квадратных метров. Однако, с учетом обращений горожан, плиточное тротуарное покрытие появится и на предыдущем участке от улицы Полевой с правой стороны в направлении в город. Это стало возможным в связи с экономией средств, не в ущерб качеству. Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Григорий Плешаков. События. Самару накрыла тополиная метель. На деревьях появились пушистые белые шапки, а в воздухе летает пух. У многих жителей он вызывает дискомфорт. Бывает ли аллергия на тополиный пух и как справиться с неприятными последствиями природного явления? Расскажем в сюжете. Каждый год с приходом лета Самара покрывается белым снегом. Пух оседает на волосах, попадает в глаза, заставляет аллергиков страдать, а также становится одной из причин возгорания. Мне не нравится, что он летит, потому что его слишком много, он попадает в глаза, дышать нечем, взлетает в рот, мешает, короче. Он хорош за исключением вот этого периода времени, когда молодежь просто балуется поджигом. И как бы мы уже сами тушили вокруг своего офиса банками, бегали и поливали, да, чтобы спасти. Вот, вот, и опять пожарная машина. Аллергия у меня на глаза. Я прихожу домой уже все, и слезятся глаза, и промываю глаза, прихожу водой. Ну, когда помогает, когда нет. Глаза во всяком, аллергия у меня, воды пью побольше. И все, пока лекарство. Как рассказывают медики, сам по себе тополиный пух редко вызывает аллергию. Однако, цветение этих деревьев совпадает по времени с цветением луговых трав, которые вызывают симптомы полиноза. Тем самым тополиный пух переносит пыльцу других растений, провоцирует кашель, насморк и слезотечение, как у аллергиков, так и у всех остальных жителей Самары. На самом деле, много пациентов обращаются к врачам, аллергологам, иммунологам, жалуются на проявление зуда в носу, выделение из носа, покраснение глаз, воспаление конъюнктив. Именно в этот период, когда появился в жаркую погоду тополиный пух. На самом деле, истинная аллергия, сенсибилизация к тополиному пуху, к пыльце тополя, встречается примерно в Самарской области в 10% случаев. Но тополь адсорбирует на себе тополиный пух аллергены других растений, которые также в этот период выделяют пыльцу. Разобраться в причинах аллергии поможет поход к специалисту, который подберет лечебную программу, чтобы легче перенести аллергию. Для тех, кому пух доставляет дискомфорт, есть специальные приспособления. Существуют такие специальные назальные фильтры, которые вставляются в носовые ходы. Они уменьшают попадание частиц тополиного пуха и аллергенов, носовые ходы в носовую полость, и симптомы аллергии при этом уменьшаются. При тяжелых формах аллергии есть специальные шприц-ручки с эпинефрином, которые вводятся экстренно при развитии первых симптомов повторного шока. Эти шприц-ручки очень нужны и важны для пациентов, которые находятся за Волгой, на даче, в походе, на отдыхе. При первых проявлениях аллергии рекомендуется прием антигистаминных препаратов и посещение врача-аллерголога-иммунолога. На период цветения тополя рекомендуется ограничить прогулки на улицах, проветривать дома при помощи кондиционеров и проводить влажную уборку не реже трех раз в неделю. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Далее коротко о других темах дня. В стране утвердили зеленый ГОСТ на индивидуальные жилые дома. Тем, кто желает переехать в собственный дом, станет проще выбрать наиболее комфортное здание. Использовать стандарт смогут как застройщики, которые возводят отдельные типовые дома, таунхаусы, коттеджные поселки, так и крупные застройщики комплексов. К примеру, древесина, которая будет использоваться в строительстве, должна быть легального происхождения. В доме должна использоваться водосберегающая сантехника, смесители с максимальным расходом в 5,7 литра воды в минуту, унитаз с двумя кнопками и другие устройства. Однако, по мнению экспертов, такое жилье будет стоить дороже. С июня меняются правила допуска туристов на сложные маршруты. Компании будут обязаны классифицировать их по степени сложности, а инструкторы-проводники пройти аттестацию по новым правилам. Помимо этого, сопровождающие будут обязаны уведомлять территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали о выходе на маршрут и возвращении группы. До этого уведомительная система имела рекомендательный характер. В итоге на опасных маршрутах нередко оказывались незарегистрированные группы, и спасателям было сложно определить их местонахождение, если они попали в беду. Россияне смогут внести в железнодорожные билеты имя перевозимого питомца. За такую опцию перевозчик добавил в мобильное приложение для пассажиров. Кроме клички, владелец животного сможет указать породу и внешние особенности. Эти сведения вносят во вкладки «Дополнительные услуги» на этапе после бронирования билета, но до его покупки. Нужно выбрать опцию «Багаж» и следом «Мелкое домашнее животное». Далее пользователь увидит стоимость билета, а под ней несколько строк для указания характеристик питомца. Эту информацию передадут проводнику вагона перед отправлением поезда. Меры приняли после резонансного происшествия в январе этого года, когда проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, высадила домашнего кота Твикса на станции в Кирове, приняв его за бездомного. Позднее животное искали хозяева, и добровольцы в итоге кота нашли мертвым. В июне увеличат количество авиарейсов из Самары в Минск. Теперь полеты по этому маршруту будут выполнять два раза в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта «Курумыч». Дополнительные авиарейсы будет выполнять российская авиакомпания с 11 июня. Продолжительность полета 2 часа 30 минут. Запланированы вылеты по вторникам и субботам. Также в июне возобновят прямые авиарейсы из Самары в Алматы. В целом самарцы могут улететь из аэропорта «Курумыч» прямым рейсом в 26 российских городов и в 11 стран. Сегодня в России отмечается День окрошки. Это блюдо появилось еще в 16 веке, однако рецепт на протяжении столетий претерпевал изменения. Считается, что раньше в окрошку добавляли соленые огурцы, сливы или грибы. Затем стали добавлять вареный картофель, морковь и репу. Отличалась и жидкая основа. Для нее использовали квас, кефир, свекольный бульон, огуречный рассол. Привычный состав окрошки вошел в меню в 18 веке. Сейчас в холодный суп добавляют колбасу или мясо, огурцы, яйца, картофель, редис, зелень и заливают квасом либо кефиром. По данным экспертов, продукты из базового набора для приготовления окрошки в среднем подорожали на 10%. Наибольший рост цены наблюдается за упаковку яиц. Относительно показателей мая прошлого года, средняя стоимость десятка выросла на 40%. Также значительно изменились цены на квас, показав рост в 20%. И редис, он подорожал на 17%. Кибер-Волга 2024. В Самаре в третий раз состоялся финальный этап региональных киберучений. Это соревнования в области информационной безопасности среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. 60 команд, 200 участников из трех федеральных округов. Какие задачи стояли перед студентами, расскажем в нашем сюжете. Отразить хакерские атаки на сервер, защитить персональные данные и не допустить попадания государственной тайны в руки злоумышленников. В Самаре на базе Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики прошел региональный этап соревнований по информационной безопасности. Участвуют студенты из Приволжского, Северо-Кавказского федерального и Южного федерального округов. Студент Казанского авиационного института Акзам Мубаракшин участвует в киберучениях уже в третий раз. В прошлые два раза команда возвращалась с призовыми местами. С каждым годом уверенность в своих силах растет, признается Акзам. Формат этих соревнований нам нравится, как и организация в целом. Это помогает нам развиваться в сфере безопасности компьютерной. Кроме того, это позволяет нам развивать навыки и заводить новые знакомства. Все задания взяты из реальной жизни киберпространства. Задача участников соревнования – не только легко выйти из смоделированной ситуации хакерской атаки, но и сделать это максимально быстро. Все, как и в жизни. Когда специалисты по информационной безопасности защищаются от информационных различных атак, они находятся в стрессовом состоянии. И мы здесь моделируем эту ситуацию, когда у тебя стресс, на тебя идут постоянные атаки. Ты должен в ограниченное количество времени решить сложную задачу, обезопасить и спасти информацию, которая иногда может представлять даже государственную тайну. Подобные соревнования призваны повысить компетенции студентов в отрасли информационной безопасности. Они развивают практические навыки ребят и готовят их к будущей работе. Количество кибератак, количество попыток проникновения и прочих инцидентов, оно возрастает буквально с каждым днем. И потребность специалистов, которые могут этому успешно противостоять, которые могут подшлить профилактику, защиту той или иной инфраструктуры, она крайне высокая сейчас, как и никогда. Информационная безопасность по-прежнему остается самой востребованной отраслью на рынке труда. Победители регионального этапа соревнований поедут на всероссийские киберучения. Они пройдут осенью этого года в Санкт-Петербурге. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Футболисты «Акрона» на один шаг стали ближе к выходу в российскую премьер-лигу. В первом стаковом матче они обыграли «Урал» в Екатеринбурге. Теперь нужно удержать преимущество в два мяча в ответной встрече. А другие команды области укрепляют вратарские позиции. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты «Акрона» одержали победу в первом стаковом матче за право участия в премьер-лиге. Игра против «Урала» состоялась в Екатеринбурге. Хозяева на первых минутах больше атаковали и смогли забить гол, который отменили после видеопросмотра. После чего игроки «Волжского клуба» взяли игру под свой контроль. А в середине второго тайма с разницей в пять минут забили два мяча. 2-0 победа «Акрона». Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске. Голкипер Сергей Писейков переходит в крылья советов. Футболист подписал контракт с Амарским клубом и будет выступать за команду в новом сезоне. Вратарь выступал за клубы «Том» и «Анжи». Становился чемпионом России в составе московского «Спартака». Последним его клубом был Ростов, где он сыграл 182 матча, в том числе 50 на 0. Также принял участие в двух играх сборной России по футболу. Новый вратарь пополнил и состав хоккейного клуба «Лада». К команде присоединился Максим Третьяк, внук легендарного Владислава Третьяка. Максим – выпускник хоккейной школы ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В предыдущем сезоне Максим играл за Сочи и в 17 матчах одержал 3 победы, отразив 88,3% образков в створ при коэффициенте надежности 4,54. В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе «Грэплинг». В составе сборной России выступили представители сборной Самарской области Валентина Костенко среди женщин и Курбан Кадиев среди мужчин. Курбан Кадиев стал победителем континентального чемпионата весовой категории до 71 килограмма, обыграв на пути к победе соперников из Испании, Грузии, Польши и Венгрии. А Валентина не смогла преодолеть квалификационный раунд. В Хабаровске завершились международные соревнования под зюдо памяти Ощепкова. Этап серии «Рашн Зюдо Тур». Представительницы Самарской области завоевали несколько медалей. В соревнованиях среди женщин в категории до 63 килограммов Стефания Власова стала победителем. В категории до 57 килограммов Дарья Устимова выиграла бронзу. В соревнованиях категории свыше 78 килограммов, которые прошли по круговой системе, Мария Иванова заняла первое место, Альфия Дашкина – второе. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Сервисы кикшеринга увеличили штрафы до 150 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и своих правил информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. За некорректную парковку самоката грозит штраф 500 рублей. За поездку с пассажиром – 5 тысяч. За передачу самоката ребенку – 10 тысяч рублей. За проезд по пешеходному переходу, не спешившись с самоката – 1000 рублей. За управление в пьяном виде и причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя – от 100 до 150 тысяч рублей. Закладка судов и спуск на воду стали доброй традицией для предприятия на Сухой Самарке. Еще в сентябре прошлого года судостроительный завод и государственная транспортная лизинговая компания подписали контракт на строительство и поставку трех судов. Сегодня на базе предприятия прошла закладка киля первого полноформатного сухогруза класса «Река-море» для работы как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Это судно сможет перевести около 6 тысяч тонн всевозможных грузов, например, зерна, леса, металла и угля, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. Глава Кировского района Игорь Рудаков выступил перед Советом депутатов с отчетом за прошлый год. Он рассказал, что в прошлом году комплексно благоустроили шесть придомовых территорий. Благодаря губернаторскому проекту содействия улучшили пять дворов. Провели 180 мероприятий с участием активных граждан, пишет телеграм-канал района. Администрация железнодорожного района рассказывает о ходе работ по обновлению бульвара на улице Чернореченской. Завершился первый этап ремонта подземных коммуникаций. Произведен монтаж теплосети в районе дома номер 12 по улице Чернореченской. Была осуществлена замена большей части трубопровода. После полной замены подземных коммуникаций планируется обновление дорог, тротуаров освещения. Комплексное благоустройство бульвара на улице Чернореченской проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!